Главный командующий войсками Тауке-хана, один из авторов свода законов ЖТЖРГ. Кожаберген Жирау внес значительный вклад в ход истории становления казахского ханства. Чтобы увековечить память о нем и его заслугах, в Петропавловске установили монумент великому полководцу. На торжественной церемонии открытия побывал первый заместитель председателя партии Нуратан, глава региона, представители общественности и наша съемочная группа. Кожаберген Жирау был дальновидным полководцем, талантливым музыкантом, к его советам прислушивались даже ханы. Он жил во время судьбоносных событий и перемен, но долгие годы заслуги Акына были тайной. Лишь после обретения независимости в Казахстане начали говорить об этой великой личности. Он был поэтом, бадыром, государственным деятелем, носил большую роль и в дипломатические отношения, в защиту нашей страны. Поэтому очень важно, очень правильно и своевременно, что при непосредственной поддержке Акимата области, при поддержке общественности сегодня мы открываем такой прекрасный монумент. Кожаберген Жирау является олицетворением таких ценностей, как свободолюбие, стремление к образованию, любовь к родине, стремление к созданию справедливого общества. Сегодня в Петропавловске прошла церемония открытия памятника Кожабергену Жирау. Теперь этот монумент будет украшать въезд в областной центр. Не заметить 12-метровое сооружение будет сложно. Сделан памятник из чистой бронзы. Это один из самых долговечных материалов. Над образом около полугода трудился известный казахстанский скульптор Казбек Сатебалдин. Идея увековечить образ великого полководца пришла к нему 12 лет назад. Память о войне увековечили именно в Петропавловске, потому что Кожаберген Жирау родом из Жамбылского района Североказахстанской области. Там же он и захоронен. Мы открываем в честь уважения нашему прославленному земляку, герою своего времени, великому полководцу Акину Кожаберген Жирау памятник. Всю жизнь свою посвятил борьбе за справедливость и добро, за свой народ. Именно к его словам прислушивался Таукьяхан, когда составлял свод первой конституции казахов в Житежаргат. Именно он был советником Аблайхана. Одна из самых главных и знаменитых работ Кожабергена – песня «Елемай». Несколько поколений ее слова передаются в народе из уст в уста. В детстве я, может быть, слышала, маленькая была, краем уха, слышала его стихи. И в то же время все думали, что это стихи народные. Много его работ таких хороших, которые сейчас до сих пор актуальны, современны. И я рада, что у нас есть такой предок, на который мы можем равняться. Вы сейчас показываете всем остальным продолжательный род наши, дети наши. Пусть этот дедушка будет смелый, достойный будет, никогда не боится. Молодежь считает это батыром, но должен знать, что это батыра. Все-таки это наша история, наша достопримечательность. Завершилось мероприятие, церемония и возложение цветов. Алина Боржанова, Михаил Казначеев. Новости МТРК.